привет я свекла арт и сегодня рисую вот такого утенка утенка буду рисовать не конкретно как на фото возьму его форма его расцветку фон сделаю какую-нибудь цветочную зелень для начала делаю карандашный набросок на хлопковой бумаге хади набросок прорисовываю основные формы головы тереться далее для фиксации моего листика я его прикрепляю малярным скотчем к своему планшету в роли планшета кусочек арголита увлажняю акварели начинаю подбирать нужные цвета какими же цветами я буду рисовать утенка для его вот теневых частей каких-то таких необычных я смешиваю кладби желтый и фиолетовый в различных ее пропорциях получают такие интересные оттенки мне нужно добиться что где-то у меня будет более темный такой оранжеватый цвет где-то более синеватый где-то более наоборот в сторону теплого поэтому я экспериментирую добавляю побольше желтого это побольше фиолетового также буду для утенка использовать в чистом виде золотистую то есть ее можно брать золотистую тициановую для самых освещенных и самых чистых мест изображения утенка с него я собственно и начинаю а уже далее буду добавлять оттенки которые подбирала ранее работаю я по сухому потом уже вот в этот слой начинаю вводить оттенки нанесла сначала светлую оранжевую далее добавляю свою смесь фиолетовой и желтенькой внимательно смотрю где можно оставить светлую часть утенка не закрашиваю область глазик и клюва далее перехожу к изображению шеи и плавно опускаясь вниз закрашиваю первый слой тельца также смотрю где нужно сразу затемнить где добавить более оранжевого где оставить более желтоватые оттенки там где крылышко можно сразу же переставить с первым слоем добавить тень то есть выделить его более темным пятном а и Продолжение следует... Первый слой утенка готов. Самое время, пока он не высох, добавить фон, чтобы показать его пушистость. Для фона я использую зеленую акварель. Намешав ее, провожу контур прямо касаясь самого утенка, чтобы он, этот контур, не был очень четким, чтобы они немножечко совместились, то есть слой утенка и слой фона. В фон также можно добавлять некоторые оттенки, а также я хочу сделать такие первоцветы в траве, поэтому их я также оставляю, область этих первоцветов, не закрашенной. Потом я с ними буду работать. В фон можно в зеленую добавлять также оранжеватые оттенки, можно добавить кадми желтый, который использовался в самом утенке. Не стоит вводить другие цвета аквареля, а уже пользоваться теми, той палитрой цветов, которыми начали пользоваться. Книзу я зелень затемняю, можно в зеленый добавить немного индиго. Также пока бумага и слой влажные, можно методом протирания, вымывания, влажной чистой кисточкой показать стебельки цветов, прям протереть те места, где стебли будут. Очень удобно это делать плоской синтетикой. Все, в общем-то первый слой готов, нужно дождаться, пока он хорошенько просохнет. После его просыхания начинаем дорабатывать нашего утенка. Для начала я поработаю над клювом, использую тот же оранжевый, золотистый, тициановый. Затемняю там, где нужно затемнить, оставляю свет, там, где падает он. Уточняю область лба утенка. Теневые части я также показываю той же смесью, добавляю немножко фиолетовый и получается такая вот такая тонкая краска. Как покажет его теневые участки. Глазки я рисую очень деликатно, не закрашивая полностью кругляшки. Показываю форму глаз утенка. Позже я затемню еще нужные части. Также затемняю еще больше, еще сильнее на туловище его крылышки, место под крылышками, место для брюшка. Кое-где можно показать штрихами оперения. Далее можно немного проработать белые лепестки, белые цветочки. Для этого я использую кобальт синий, совсем-совсем слабенький такой, разбавляю очень сильно. Показываю теневую часть, где листочек на листочек заходит. То есть тут очень деликатно тоже надо работать, не переборщить, чтобы белые все-таки цветки остались белыми. Но так как белые отражают все подряд, то где-то он отразит зелень, где-то он отразит небо, где-то отразит самого утенка. Поэтому в бетоне можно добавить чуть-чуть желтеньких оттенков. Места, где цветочек соединяется с верхушечкой зеленой, не стесняю затянуть. В ней придет достаточно насыщение зеленого цвета, возможно зеленый с каплей фиолетового. Но не надо делать их слишком уж четкими, все в миру. И прорисовать не везде, но кое-где можно стебельки затянуть их одной из сторон, одной из частей. Показать, что четко где-то они рисуются. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Проработав зелень, я смотрю, что кое-где не хватает более четких теней на цветках. Поэтому нужно затянуть так. Не хватает тени. И посмотреть на утенка. Вот уже после выключения камеры я обратила внимание, свежим взглядом, что у меня в одном месте шея утенка, она как бы слишком растекается в сторону зелени. Поэтому, так как это хлопок, можно вот таким слоем затемнить это место и шейку выделить. У меня получилось более четко с левой стороны. Так, в общем-то, работа готова. Можно накинуть, конечно, разглядом добавить, где нужно тени. Последние штрихи. Но не переборщить. Надеюсь, татура была полезна. Вдохновения вам и успешного творчества! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok